Вы смотрите программу «Случаи из практики» и сегодня мы говорим об изменениях при уплате страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и работодателей. Эта информация особенно важна. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Ирина Юшкова, главный специалист отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности, и Антон Хозяинов, начальник отдела организации взаимодействия со страхователями отделения Пенсионного фонда Российской Федерации Республики Коми. Примем сразу звонок, если можно. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в районе. Собираюсь переехать в другой город средней полосы России. Необходимо ли мне сразу приходить здесь, писать заявление или уже по переезду мне написать заявление там? А зарегистрированы где у нас немножечко проблемы? В Усть-Кулонском районе. Спасибо большое за вопрос. Как прокомментируем? Так, ну, индивидуальному предпринимателю при переезде на постоянное место жительства в другой регион в Пенсионный фонд приходить не нужно. Всю информацию мы получаем от управления Федеральной налоговой службы о том, что он изменил место жительства. И все действия мы производим самостоятельно. То есть формируется определенное дело, все документы, которые имеются по данному предпринимателю, и направляется в тот регион, в котором он собирается осуществлять свою деятельность, ну и проживать, соответственно. Вот. И другое уже региональное отделение Пенсионного фонда эти все документы получает, они у него имеются в наличии, и они всю историю об этом предпринимателе будут знать. Поэтому ничего делать не нужно. Еще один вопрос от телезрителя. На Секью пришел. Виктор задает. А какие документы необходимы, чтобы зарегистрировать предпринимателя как работодателя? Как работодателя. Так, ну, да, есть такие вопросы. Много задают. То есть, если вы уже зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и собираетесь нанять наемных работников, таких у нас 8900 в Республике Коми. Вот. Ну, так, к сведению. Вот. И тогда необходимо будет примести соответствующее заявление в территориальный орган и примести трудовые договора, которые подтверждают факт того, что вы имеете наемных работников. Вот. Только это нужно сделать в течение 30 дней со дня заключения трудовых договоров. Это установлено законодательством, и если предприниматель пропускает этот срок, тогда к нему применяются финансовые санкции. Да, к сожалению. Вот. Поэтому необходимо просто подойти в территориальный орган, где он проживает, в зависимости от места жительства, да, и изъявить это желание, все. Еще один звонок на сей раз по телефону. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Что-то мы вас плохо слышим. Алло. Все, теперь замечательно. Слушаем. Добрый день. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Вчера ходила в банк, в Бербанк, оплатить страховые взносы. Мне сказали, что изменились реквизиты. Где я могу получить более точную информацию? Угу. Спасибо большое. Реквизиты изменились? Да. Действительно, с 1 января 2013 года для самозанятых граждан изменились некоторые реквизиты для оплаты страховых взносов. Вот. И много реквизиты можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда. На нашей региональной странице размещены образцы платежных документов. То есть их можно скачать и с этим образцом уже подойти в банк. Вот. Можно обратиться непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда. Вам, в принципе, тоже реквизиты все предоставят. Вот. Ну, можно по телефону позвонить. Угу. К какому? У нас есть группа по рассмотрению и обращению граждан 29, 17, 13. Можно позвонить и вас, в принципе, проконсультируют, либо переведут на специалисты, которые этим занимаются. Этот телефон касается не только индивидуальных предпринимателей. Я так понимаю, любой вопрос, который можно адресовать Пенсионному фонду, можно обращаться по этому телефону, да? Мы вкратце, ну, даже не вкратце, а затрагивали льготные положения, да? Вы говорите, что что-то недоговорили, а может, для кого-то это важно, может, кто-то в эту категорию попадает. Да. Дело в том, что для индивидуальных предпринимателей существуют льготы как для работодателей, в зависимости от вида экономической деятельности, которую она осуществляет. То есть, если он применяет упрощенную систему налогообложения, мы сегодня говорим о малых предприятиях, да, также индивидуальных предприятиях, предприниматели в основном это малые, вот, и применяющие упрощенную систему налогообложения, то для таких организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрены льготы. Они уже давно предусмотрены, с 1 января 2011 года, также они действуют в 2013 году. Там 39 позиций, это предприятия промышленности, образование, строительство. И для таких видов деятельности тариф страховых взносов составляет 20% в ПФР. Также есть льгота для индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, то есть, по тем видам деятельности, которые предусмотрены налоговым кодексом. Для таких индивидуальных предпринимателей тариф страховых взносов также составляет 20% в ПФР. Фонд медицинского страхования ставка 0%, то есть, значительная льгота. Что здесь хотела бы отметить, что там исключаются виды деятельности, такие как розничная торговля, общепит и сдача в аренду жилых помещений по патентной системе, что касается. Кроме того, мы еще говорили об изменении условий, оплаты, соответственно, страховых взносов и для работодателей с вредным производством. Вот то, что изменилось, мы сказали, а что изменилось, мы не сказали. Введен с 1 января 2013 года дополнительный тариф для работодателей, у которых в штате есть работники, занятые на вредных и тяжелых видах труда. Для чего тариф этот введен? Дело в том, что треть граждан Российской Федерации выходит на пенсию раньше срока, чем им получено было бы по возрасту. Таким образом, ранний выход на пенсию в среднем на 5-10 лет, чем у обычных граждан, которые работают не с средними и не с тяжелыми. Да, работодатель за него не платил до этого. И вот, во-первых, введение этого доп. тарифа, он играет здесь двойную такую большую функцию. Это первое, то, что появился источник финансирования данных выплат. И второе, это то, что работодателя стимулируют создавать более лучшие условия труда и модернизировать свое производство. Так как законом предусмотрено, те работодатели, которые улучшат условия труда, есть определенный порядок для освобождения от уплаты дополнительного тарифа. Ну, осталось сказать, что доп. тариф платится для тех, у кого работники заняты на вредных, а в горячих цехах и в подземных работах тариф составляет 4, 6 и 9 процентов. Я говорю, 4 это на 2013, 6 это на 2014 и на 2015 и последующие уже 9 процентов. Если это работы с тяжелыми условиями труда, там очень много категорий, то доп. тариф составляет 2, 4 и 6 процентов. Я так понимаю, что информации очень много, но нам, к сожалению, приходится завершать эфир. Хочу успеть все-таки вопрос от телезрителя задать, если можно, коротко его прокомментировать. А какой штраф или наказание будет за неуплату страховых взносов индивидуальным предпринимателям? От Никиты вопрос. За неуплату? За неуплату. Ну, во-первых, ему будет начисляться пение ежедневно за ту сумму, которую он не уплатил. Пение будет начисляться, исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования, действующей на текущий момент, и суммы неуплаты. А помимо пении штраф есть какой-то? От суммы неуплаченных страховых взносов штраф одинаковый, как для индивидуальных, так и для всех организаций. 20 процентов от суммы неуплаченных страховых взносов. Так что бойтесь и платите. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили об изменениях при уплате страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и работодателей. Нашими гостями сегодня были Ирина Юшкова, главный специалист отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания за должность Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, и Антон Хозяинов, начальник отдела организации взаимодействия со страхователями отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что всю информацию более подробно можно посмотреть. И на сайте Официального пенсионного фонда России, там наверняка все есть. Кроме того, есть отдельная страница Пенсионного фонда России в Республике Коми. И тот телефон для обращения граждан 29 17 13, я правильно его записала. Вы можете по этому телефону также обращаться и все более, может быть, точные вопросы задавайте и вам обязательно ответить. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Всего доброго. Спасибо за звонки. И нашим телезрителям большое спасибо, на самом деле, за звонки. И мы с вами увидимся завтра в 12.40. До встречи.